Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяны Молокова. О поддержке животноводства в Чувашской Республике будем говорить с заместителем министра сельского хозяйства Чувашской Республики Мариной Загрибаевой. Марина Анатольевна, здравствуйте! Здравствуйте, Татьяна! Марина Анатольевна, расскажите, пожалуйста, какие формы господдержки в области животноводства существуют в Чувашской Республике? У нас господдержка есть в области молока реализованного. Мы субсидируем на приобретение племенного скота, на содержание маточного поголовья. В этом году у нас появилось новое направление господдержки. За счет средств Республики субсидируется строительство малочисленных ферм до 200 голов. Одна из таких животрепещущих и больных тем не только для производителей, но и для населения – это стоимость молока. Закупочная стоимость молока дали в магазинах. Какие изменения в 2020 году произошли в господдержке молочного производства? Ну, мы субсидировали молоко и в прошлом году, и в этом. Разница в том, что поменялась сама структура субсидий. У нас есть производители, которые надаивают меньше 7 тысяч с одной коровы в среднем за год. И здесь субсидии идут в рамках компенсирующей. Те, кто надаивает свыше 7 тысяч килограмм с одной коровы в год, те получают субсидию в рамках стимулирующей. Ну, и разные принципы подсчета. Понятно, что, чтобы получать высокий надой, необходим племенной скот, качественные корма. Это тоже требует больших вложений. Понятно, что ставка возмещения с большого молока идет несколько другая. Марина Анатольевна, в этом году Чувашской республике была новая форма поддержки речных подсобных хозяйств – это субсидии на коров. Вот расскажите, пожалуйста, как отработала эта субсидия, есть ли отклик у сельчан на эту меру поддержки? Ну, то, что господдержка для личных подсобных хозяйств оказалась эффективной, это даже можно увидеть по статистике. По 9 месяцам мы видим, что все-таки объемы производства сохранились, и на сегодняшний день мы уже выплатили 92% граждан, уже получили господдержку. Выплаты продолжаются до конца года. Марина Анатольевна, а какие новые направления субсидирования появились в 2020 году на развитие животноводства? Ну, в этом году у нас появилась форма господдержки – это субсидирование малых ферм. Мы возмещаем до 15% затрат. То есть, если по федеральному механизму, по федеральным субсидиям это фермы от 400 голов и больше, либо телятники от 240 и больше, республиканские нормативы снижены ровно в два раза. То есть, коровы от 200, а телятники от 120. Возмещается 15% затрат, как я и сказала. Также возмещаются затраты, до 30% затрат на приобретение и установку комбикормовых линий, подработка зерна. Это тоже очень важно, потому что корм – это основная статья затрат в животноводстве. Марина Анатольевна, вот если говорить, допустим, о производстве молока, понятно, что эффективнее будет работать в этом направлении с племенными животными. Вот есть ли субсидия на приобретение племенных животных, и она предоставляется только племенным хозяйствам? Есть такая поддержка. Мы возмещаем затрат на приобретение племенного скота. Здесь ставка разнится. То есть, если скот более молодой, допустим, по весу, то и ниже ставка идет. Если скот уже, допустим, нетели идут, там идет ставка значительно выше. Приобретают у нас животных как племенные хозяйства, так и хозяйства, не имеющие статус племенных. То есть, возмещается всем, кто приобрел племенной скот. А племенные хозяйства, они имеют свою субсидию. У нас сегодня 24 хозяйства. Они получают возмещение на содержание маточного поголовья. То есть, те коровы, которые дают нам молодняк. 24 хозяйства в чуваших племенных. Да. Они прям выращивают все. Да, они обновляют свое стадо, расширяют его. Ну и молодняк идет на выполнение стадов других. И реализует. Да. Марина Анатольевна, но вот какова цель господдержки? Вообще нужна ли она и важна ли она для сельхозтоваропроизводителей? Аграрная отрасль – это сезонная отрасль. Кроме того, есть внешние риски – это погода. Большое влияние оказывают и глобальные риски, такие, как в этом году, например, пандемия. И понятно, что финансовую устойчивость мы можем обеспечить для наших предприятий, нивелировать те риски, которые есть внешние, за счет господдержки. Объемы государственной поддержки с учетом дополнительных решений, которые были приняты по инициативе главы Чувашской республики, в этом году он 14% выше, чем в прошлом году. И все деньги мы стараемся доводить вовремя. У нас на сегодняшний день многие статьи мы уже профинансировали. Понятно, что сезонные работы завершены. До конца года будут доведены все средства. Марина Анатольевна, а где можно узнать о мерах господдержки, о которых мы сегодня говорили? Где людям найти эту информацию? Эта информация есть на сайте Министерства сельского хозяйства Чувашской республики, в разделе «Деятельность». Там есть рубрика «Государственная поддержка», где в схемах с нормативными актами полностью дается расшифровка каждого направления. То есть мы старались, чтобы схема ответила на все вопросы, какие документы куда нужно подать, какие ставки действуют по каждому направлению. Ну и кроме того, мы даем информацию и в виде устных консультаций по звонку. Контакты тоже все есть на сайте. Спасибо большое, Марина Анатольевна. Я надеюсь, что действительно люди будут обращаться за этой информацией и объемы господдержки еще больше вырастут, например. Спасибо большое за внимание. Сегодня о мерах господдержки в области животноводства мы говорили с заместителем министра сельского хозяйства Чувашской республики Мариной Загрибаевой. Марина Анатольевна, спасибо за беседу. До свидания. Спасибо, Патяна. Субтитры создавал DimaTorzok